Привет! В этом видео я расскажу о том, как мы делали ребрендинг для компании Megaflex и эта своевременная мера помогла компании не выпасть из рынка и достичь новых высот. Меня зовут Роман Цветков, я коммерческий директор маркетинга и группы Комплета и сейчас я вам расскажу про кейс, как мы делали ребрендинг для Megaflex. Megaflex – компания, российский производитель изоляционных материалов, имеет достаточно большую долю рынка и продажи осуществляет через дилеров, через партнеров, через DIY-сети. С какими задачами пришел клиент? Увеличить товарооборот, увеличить прибыль, удержать позиции компании в период кризиса, поиск новых дилеров через интернет и вообще изменение своей дистрибуции. Достаточно большое количество продаж раньше приходилось на DIY-сети. Сейчас хотелось компании перестроиться на конечных заказчиков и в большей степени управлять своими продажами. Очевидно, что когда у тебя много маленьких, это лучше, чем когда у тебя несколько, но очень крупных. Как мы это сделали? Какие этапы работ для создания ребрендинга? Во-первых, детальный брифинг клиента, причем не только собственника, но и большого количества персонала внутри компании. Следующий – это разработка стратегии системного электронного маркетинга. Дальше – это работа над позиционированием бренда, брендинг, разработка логотипа и дальше в конце – разработка посом материалов. Давайте про это пообщаемся. В результате брифинга уже на старте стало понятно, что торговые предложения нашего клиента по сравнению с конкурентами достаточно слабые. Их нужно переделывать, их нужно перепозиционировать и заново фактически разрабатывать. Также были понятны и некоторые другие проблемы, которые нужно было решать. В том числе клиент совсем не понимал, как ему действовать в диджитал-поле. Сразу после брифинга мы взялись за разработку стратегии. Куда же вообще двигаться клиенту? Как я сказал ранее, на брифинге было выявлено ряд проблем. И клиент еще тогда не понимал, что нужно делать ребрендинг продуктов. Было понимание, что нужно как-то развиваться, нужно куда-то идти, нужно как-то увеличивать наши продажи. Но как это делать – неясно. Для разработки стратегии мы проделали большой путь. Мы исследовали конкурентов, исследовали спрос. Мы посмотрели, что в текущих каналах у клиента происходит, как работают продавцы, как работает их маркетинг, откуда идут лиды. Вот изучив все это, стало понятно, что нужно переупаковывать всю продукцию, так как иначе продаж не будет. Поэтому следующий шаг – это была работа над позиционированием бренда. И здесь на основе исследований был создан подробнейший документ, куда же нам нужно идти, как нам отстраиваться от конкурентов. Описана миссия, описана психология, описана философия бренда, описаны идеи того, почему продукт должен выглядеть так, а не иначе, и какими каналами дистрибуции он должен попадать к непосредственно заказчикам этого продукта. После того, как стало понятно, какое позиционирование у бренда, мы приступили к этапу разработки логотипов. Логотипов и вообще, в принципе, упаковки продукта. Как она будет выглядеть, что там на ней будет написано. Как то позиционирование, которое у нас было ранее, разместить непосредственно на продукции. Надо понимать, что это не онлайн продукция, это завод, который производит некую продукцию, клеит этикетки. И все эти этикетки должны хорошо выглядеть, они должны хорошо выглядеть на витринах. И самое главное, что они помимо хорошо выглядеть на витринах, они должны еще и понятно располагаться на этих витринах. То есть, они должны понятно продаваться на стойках в магазинах, на стойках у дилеров, на стойках у крупных дистрибьюторов. Они должны красиво выглядеть на сайте. Вот для этого следующим шагом мы разработали все посом материалы, а также материалы для того, как этот продукт показывать клиентам. Очень интересно, но разработать посом материалы простая задача, но очень сложно разработать те посом материалы, которые вы сможете дарить вашим дилерам. Которые смогут выставлять их в своих магазинах, а вы не попросите за них деньги. То есть, как сделать такую коробку, которая хорошо приставит товар, на котором будут интересные этикетки, но она не будет стоить тысячи или десятки тысяч рублей. А будет стоить условно маржи вашей одной поставки, или даже не одной поставки, а четверти вашей поставки. Это непростая задача, и здесь было много копий сломано. Какие сложности проекта? Когда заказчик только пришел к нам, его структура дистрибуции была следующая. Основная доля продаж это DIY-сети, в которых продавалась продукция под white label, то есть даже не под его брендом, и никто не знал бренд Megaflex. Следующая часть продаж была у дилеров, тоже достаточно крупная, но там продавалась под разными брендами. То есть одна и та же продукция продавалась под разными брендами, и про Megaflex также никто не знал. Нужно было заявить об этом бренде, заявить о Megaflex, и не только на выставках, не только на витринах, но и везде, чтобы люди об этом узнали. И наша задача была сделать такой продукт, так его отребрендить, чтобы он тут же запоминался. Это была непростая задача, и вот незнание этого бренда, это, наверное, самая большая сложность. Следующая сложность, что отсутствовала работа в системном, системная работа в классическом маркетинге. Клиент не знал толком, как ему двигаться, и не было разработанной маркетинговой стратегии. Пришлось маркетинговую стратегию делать не только для digital, но и для офлайн-маркетинга. В целом, направлять клиента, куда же ему идти, и что же ему делать. Это мы смогли преодолеть с помощью совместной работы как клиента, так и нас. И только за счет этого смогли двигаться дальше. Что по итогу? По итогу был полностью переработан бренд, изменен логотип, изменены упаковка продукции, изменены посылы и позиционирование бренда, изменено то, как представляется эта продукция на полках в магазинах. Полностью пересобрана продукция клиента, хотя под капотом остались те же самые изоляционные материалы. Весь этот ребрендинг помог клиенту пережить те трудности, которые у него были на старте работы с нами. Благодаря своевременной переупаковке бренда клиент смог остаться в рынке, и мало того, что остаться в рынке, так еще и вырасти, и вырасти многократно. Тут не только наша заслуга. Наша заслуга только в том, что мы помогали клиенту достигать его целей, но основная заслуга, конечно, клиента, его коммерческого отдела. Мы лишь помогали. Но вот именно совместная работа дала колоссальные результаты. Стоимость реализации данного кейса, это, разумеется, коммерческая тайна нашего клиента. Но похожие проекты могут стоить от 3 до 4 миллионов, и срок реализации порядка 6 месяцев. Тут все будет зависеть от конкретно поставленной задачи, от того, что конкретно мы делаем, куда именно мы идем, насколько сложный продукт, и насколько подготовлена ваша компания к этим задачам. Что у вас с маркетинговой стратегией, что у вас с стратегией бизнеса. И так далее. Если вам понравился этот кейс, то прыгайте на сайт комплета.ру, листайте вниз, там есть форма заявки, оставляйте заявку, и наши специалисты помогут вам решить вашу задачу. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok